Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. На какой срок ты хочешь к нам устроиться? Думаю, ты понимаешь, что каждый второй человек в этом мире делает ставки. Это ответственная работа. Думаю, принцип работы тебе понятен. Берем заявку на актуальную тему и делаем прогнозы. А многомиллионная аудитория делает свои ставки, опираясь на наши выводы. Значит, начинаем в июне. Только у нас очень строгая форма внешнего вида. Я думал найти подработку на лето. Осенью мне нужно возвращаться к учебе. Так что, да, я понимаю, я готов работать даже на полставке. Помогать институту аналитики – это большая честь для меня. Только у меня одна просьба. А можно меня оформить в общественно-политический блок? А мне обязательно соблюдать эту формулу? Если честно, в это очень слабо верится. Если честно, меня уже ничем не удивишь. Ну, сам подумай. Кодекс не менялся уже сколько? Лет 20? Значит, сейчас поменяется. Сомневаюсь, что кто-то отдаст свой язык. Языки сейчас ничего не значат. По-моему, ты просто застрял в прошлом. Прошлого вне политики не существует. Историю пишут победители, да? Да. То есть они победят? Нет. Нет? Механизм дошел до точки бифуркации. И это значит... Это значит, что народ тупой. Но не настолько. Да. Ну, интеллигенция-то в меньшинстве. Так и должно быть. Ну, тогда не вижу резона в твоем комментариях. Послушай. Представь, что я делаю фильм. Бюджет фильма по смете составляет 2 миллиона. И я беру у тебя 5 и снимаю фильм в 3 раза дешевле. Тебе нужно много мозгов, чтобы распознать обман? Нет. Число? Какое? Ну, IQ. 76. Вот и я о том же. Ну, есть одно но. Даже не хочу знать, какое. Даже не интересно. Ну, совсем чуть-чуть. Гагаринское поколение. Они скоро умру. Ну, пока они умерли. Ну, в любом случае, кормушка-то не вечная. Какова ставка? 80 к 20 против царя. 70 к 30 против царя. Число. Ха-ха-ха! 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 Вместе с тем результат яв gueriah вопросей саланья показывает, что подавляющее большинство граждан верны, вереет, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство От муниципалитетов до президента обязаны сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей. Ещё раз обращаюсь к гражданам, я прошу вас в эти слова искренней благодарности за вашу поддержку. Что, блядь? Троян всё-таки добрался до нашего плато. Тем лучше, действия будут более предсказуемы. Ты сейчас скажешь, что наше плато будет повторять действия, аналогичные другим платам. Именно. А ты сейчас спросишь, действия каких плато наше плато возьмёт за образец. Удачные стратегии, где действия показали эффективную борьбу с Трояном. Или неэффективные схемы, где спасение от Трояна возложены на волю случая и удачу. Давай по классике. Хороший и плохой коп. Первый вариант. Введение официального карантина. Массовое тестирование граждан. Полное обеспечение медработников оборудованием. Финансовые выплаты населению. Острочка кредитов. Колоссальная закупка средств защиты. Отмена налогов для малого бизнеса. Отмена коммунальных платежей. И отмена сертифицирования лекарств. Я тебя услышал. Ты знаешь, что так выражаются только понтливые сперматозоиды. Я специально. Осознанная глупость. Это аксюмор. Значит, второй вариант будет воплощением аксюморона. Полная неподготовленность. Отсутствие тестирования в регионах. Невыносимые условия для медперсонала за гроши. Неуверенность в расходе налоговых резервов. Постоянное вранье продажных пропагандистов. Введение нерабочих дней вместо полноценного карантина. Блокатор Трояна в виде бейджа. Эпидемия как пиар-компания. Царь в желтом защитном костюме. Нехватка аппаратов ИВЛ. Ваши ставки, господа. 50 на 50. Согласен. Оба варианта равносильно возможны. Сыграем на этом. И точно не прогадаем. 50 на 50. Призываю вас, всех наших архиереев, духовенства, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу. Об ограждении людей от вредоносного поветрия. Архипастыри и пастыри продолжать ревностно совершать богослужения. Я все понял. Мы в матрице. Понятно. Совсем уже рехнулся, да? Этот мир и логичен. Людям кажется, что у всего должен быть смысл, но его нет. Окружающие нас каждый день события, они не просто тупые. Они нарочито тупые. Реальный мир, построенный на вечном хаосе, физически не может быть таким. Ну, или это просто судьба. Вариант альфа. Мужик, непонятно вообще как, создает свет и отделяет свет от от тьмы на первый день. Солнце и другие звезды он создает лишь на четвертый. Растение же он создал на третий день, то есть до того, как было создано солнце, необходимое для фотосинтеза. Цитирую. И поставил мужик светило на тверде небесной, чтобы светить на землю. Всего только в нашей галактике сотни миллиардов звезд, а за ее пределами сотни миллиардов галактик. И все эти звезды были созданы лишь для того, чтобы светить на землю? Вариант бета. Мир был сгенерирован и отдан на свободную самоорганизацию, но с основными правилами игры мощнейшим квантовым компьютером. А мы, детерминированные, но эмерджентные существа, информационные сгустки, построенные на нулях и единицах. Так что, кто теперь похож на безумца? Два часа. Зачем? Подумать. Хорошо. Я так рад, что мы не прерываем нашу ежегодную традицию и собираемся все вместе, дружно, за этим столом. Ну, Христос воскресе! Христос воскресе! Извини, а ты разве не православный? Абсолютно. Полностью православный. Сегодня разве не Пасха? О! Христос воскресе! Полностью на воскресе! Я давно хотел тебе сказать, в общем, даже не знаю, я люблю тебя. Да, просто жить без тебя не могу. Алло, Танечка. Да, ну, знаешь, он, конечно, милый там и все такое, но вообще меня не заводит. Какой-то размазня, если честно. То есть, я хотел сказать, что мне вообще так на тебя насрать. Нет, я, конечно, мог бы тебя трахнуть, но не уверен, что без веревок у меня встанет, так что даже не знаю, как у нас это получится. Алло, Танечка. Он такой мужественный, знаешь, когда мимо проходит, у меня просто сердце останавливается. Угу. Ладно, ты прав. Мы в матрице. Добро пожаловать в неорелигию, товарищ аналитик. Пора отсюда забираться. Думаешь, в реальном мире есть физический аналог тебя? Я не знаю, но я в это верю. А ты уже нашел выход из системы? Да. Тетрис. Что? И что? Когда? А когда? В 1998. Искусственный интеллект, играя в Тетрис, поставил игру на паузу прямо перед проигрышем. Единственный выигрышный ход в игре, в которую нельзя выиграть, мне играть. Да здравствует жизнь после смерти. Аминь. Игрес, привет. Слушай, долго объяснить, ты можешь просто на один вопрос ответить? Да, а в чем дело? Январь 2020. Кинопремия «Золотой осел». Кто победил в номинации «Лучший зарубежный фильм»? Слушай, у тебя все хорошо? Просто ответь. Ну, однажды в Голливуде. То есть, это был не Корольев? Ты что, с ума сошел? Да нет, конечно. У нас получилось. Что получилось? Ничего, я перезвоню. Ну ладно, это. Да. Кстати, забыл спросить. Мы сегодня пойдем на митинг? Что? Какой митинг? Ты с луны свалился? Сейчас вся страна выступает за равенство желтокожим. Что, блядь? Слышь, не нагнетает перестань. Если кипишь реально начнется, что будет, представь. Если тут мини-мед, скак пиздусь, ты достан. Хули ты все надрываешься в натуре, достал от дерьма на вентиляторе, дышать не легче, лежа, охота, респираторы прижать покрепче. Без тебя хватает смрада, орать легко. Все знают, как не надо, как быть. Никто поливше, бедо, пометят флоунада, у каждой фламидомонады, ума палата и на все свои взгляды. А ты что-то пиздишь, многовато нам тут, для заложника решима, сука, склепом в арту. Протест не в затяг, бунт в соцсетях, пляски под чужую дудку на чужих костях. Лучше бы шишек газпромовских развлекам, пожирным заказникам, в шикарных особняках.